Насыщенная жизнь, которая всегда связана с общением. Это про Ольгу Зданович. Работала учителем биологии в школе для слабослышащих детей. Так пролетели 30 лет. После смерть. Осталась без мужа. Время было тяжёлое. Помогли в Центре социального обслуживания. Здесь женщину поддерживают, окружают теплом. «Я всю жизнь мечтала научиться рисовать. Из техник я представляла только акварель, но иногда гуашь. Оказалось, что существует множество других техник. Пастель, акрил, масло. И совершенно новые, объёмные техники такие. И я ещё записалась на фитнес и на немецкий язык». Рисование для души. Компьютерная грамотность, чтобы от жизни не отставать. Объясняют, как на ПК обращаться с файлами, папками. Уверенно пользоваться интернетом. В том числе социальными сетями. А можно петь, играть в шахматы, шашки, читать стихи, изучать иностранные языки. «Во-первых, сюда приходят люди для того, чтобы пообщаться. Самое главное, что это представляет им удовольствие огромное. Поэтому они делятся с другушкой с опытом, подсказывают друг другу, помогают тоже выбирать какие-то картинки. Вместе мы, бывает, пьём чай, общаемся, делимся историями со своей жизнью». Для сердца, ума, здоровья, фитнес и аэробика. Работают и в этом направлении. Здоровый образ жизни – залог долголетия. Занятия проводят как в помещениях, так и на свежем воздухе. «Скандинавская ходьба – настоящее лекарство от хондры и болезней. Улучшает координацию и внимание, укрепляет мышцы и поднимает настроение. Заниматься можно в любую погоду. От вас требуется удобная одежда и специальные палки. Стоят они в среднем 50 рублей». Отделение дневного пребывания Ленинского ТЦСОна существует с 2012-го. Сейчас его посещают больше 180 человек. Работают здесь пять сотрудников и шесть волонтеров. Обратиться на Либнихта, 58, могут пенсионеры от 60 лет.